Девушки отдыхают Мы не просто так приехали на Левый берег. Именно здесь располагается стойка буккроссинга. Для тех, кто еще не знает, ящик с книгами, взять которые можно абсолютно бесплатно. На полках уличной библиотеки издания разных жанров. Романы, детективы, фантастика и даже научная литература. У меня дома есть библиотека, но я беру то, что нет и приношу оплату. Мне нравятся все жанры. Есть книги, в которых можно подумать, а есть, которые проводят время легко с ними. Легкие романы любит пенсионерка Вера Васильевна. За свои 86 лет она прочла сотни интересных книг, но знакомиться с новыми произведениями до сих пор не перестала и делает это с удовольствием. Мне сейчас 86 лет. Мне, конечно, отвлекаются я этим вот этим легким жанром всегда. Тяжело работать нельзя. Развлекаться куда-то, ездить я уже не могу. И поэтому я увлекаюсь книгами. Кто-то ни на что не променяет классический бумажный переплет. Запах страницы – ощущение шероховатой бумаги на ладони. А кто-то давно отдал предпочтение альтернативе – книгам электронного или аудиоформата. А еще, открыв классическую книгу, можно в буквальном смысле заглянуть в будущее. И речь не о футуристическом сюжете произведения. Многие девушки любят гадать на строчках любимых изданий. Попробуем выяснить, что в ближайшее время ждет нашего оператора. Дим, загадывай страницу и строчку. Крестьян Хатунской волости Московской губернии гоном погнали в Прибитюшский край. Вот и трактуй это как хочешь. По статистике, которую ведут в умной библиотеке, читатели со стажем чаще всего приходят за произведениями современных авторов. А тем, кто только решил окунуться в мир литературы, советуют классику. На классике все должно строиться, это основа. Сначала нужно изучить классику, а потом уже перейти к современности. Ну, это опыт поколения, это мудрость, это талант. В последнее время, говорят, в книгохранилище читающих прибавилось. Регистрировать книголюбов начинают с четырех лет. В умной библиотеке объясняют это модой на грамотность и начитанность. Полезная тенденция. Впрочем, влюбиться можно не только в книги, но и в атмосферу, которая царит здесь. Это не консервативное помещение, где ряд столов, стульев. Можно разместиться, где вам хочется. Можно поработать за ноутбуком, взять любую литературу, ознакомиться, потом посмотреть вечером фильм. А еще посетить лекции и выставки. Ведь сегодня библиотека – это не скучное помещение с книжными полками, а настоящее культурное пространство. Совсем скоро современным требованиям будет отвечать и некогда старая библиотека номер один на левом берегу. Сейчас здание модернизируют в рамках президентской программы «Культура». В новом библиохолле с богатым книжным фондом появится просторный читальный зал, творческая мастерская и даже фотостудия. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.